Добрый день всем участникам! И сегодня наш вебинар это своего рода такая возможность. Мы заглянем в курс, о котором только что Татьяна Викторовна говорила, курс, который называется «Технологии вовлечения в обучение». Мы некоторые секреты этого курса узнаем прямо сегодня. Ну и надеюсь, что вы приготовили ручку, блокнот, чтобы записывать какие-то идеи. Уверена, что некоторыми из идей вы сможете воспользоваться еще до конца этого учебного года. Ну что ж, давайте начинать. Я вернусь к игре и предлагала вам здесь найти слова, используя инструмент WordWall. Но большинство из вас, я так поняла, не переходили по QR-коду, а просто находили эти варианты прямо на изображении, которое у вас есть. Значит, смотрите, инструмент, о котором мы начали вот так, да, без слов разговор, позволяет создавать такие стены слов абсолютно из любых слов, которые вы сами туда закладываете. И дальше самый интересный вариант, когда мы переходим по QR-коду или даем конкретную ссылку, мы чуть позже вам обязательно дадим, к этому инструменту еще вернемся. И каждый человек, каждый ваш ученик, каждый ваш студент, каждый ваш преподаватель видит расположение этих слов по-своему. Слова расположены по горизонтали, по вертикали и даже по диагонали. И после завершения вот там пяти минут или как вы заложите в этом упражнении, можно увидеть еще и всех участников, финалистов, кто нашел все слова быстрее всех, правильнее всех и так далее. Поэтому, если вы ищете сейчас инструмент, как добавить изюминок в предновогодние занятия, пожалуйста, можно добавить слова про Новый год, можно добавить слова про вашу тему. Пробуйте инструмент русскоязычный, бесплатный, и я думаю, что вы легко с ним разберетесь. Ну, а мы продолжим. Сегодня мы проектируем вовлекающие сценарии занятий и несколько таких вех курса посмотрим. Введу этот курс не только я, а преподаватель нашего педагогического конструкторского бюро Павлова Анна. Она как раз у нас специалист по виртуальным приправам, и занятия с ней будут прям такими пошаговыми инструкциями к разным инструментам. Александр Сергеевич Прудченков будет знакомить вас с такими технологиями, как чек-лист и другими. Ну, а на себя я взяла роль моей любимой темы, темы, связанной с всевозможными изюминками. И это тема, которая с 2011, наверное, года так плотно меня интересует, хотя я заглядываю иногда в свой первый курс, созданный в 2008 году, и понимаю, что в нем все эти изюминки я тоже уже использовала, но скорее на каком-то таком интуитивном уровне. Но для кого этот курс? Ну, прежде всего, здесь важно понимать, что проектировать вовлекающие сценарии важно не только в дистанте. Дистант, он как лакмусовая бумажка высветил все наши дефициты. Да, мы именно в дистанте, ну как мы, многие преподаватели именно в дистанте осознали, что у нас не срабатывает что-то в традиционном очном обучении, потому что дистант это высветил. Но на самом деле мы давно уже часто делаем вид, что учим, а наши студенты делают вид, что учатся. Да, такой формат стал привычным. Но если мы хотим действительно выстроить эффективную систему взаимодействия, то без вовлекающих сценариев занятий нам уже трудно обойтись. Конечно, можно паниковать, причитать, неужели снова дистант? И мы действительно не знаем, в 21 году снова дистант или не снова дистант нас ждет. Но вместо того, чтобы выжидать, когда все это кончится, и мы начнем наконец-то работать по-настоящему, как работали раньше, во-первых, как раньше не получится. У нас у всех уже немножко новый опыт появился. Ну а во-вторых, зачем же столько времени терять? Мы уже практически 9 месяцев в таком состоянии ожидания, когда все это кончится. Поэтому давайте получать удовольствие от своей работы, удивлять наших учеников и удивляться вместе с ними. Я обычно представляюсь так, что я играю с педагогами. Действительно, последние три года мы в основном с педагогами играем. И в нашем курсе тоже будут игры, но об этом чуть позже расскажу. И при проектировании мы тоже запускаем некую такую игру. Мы создаем вовлекающий сценарий вместе с вами. И те, кто сегодня готовы быть здесь не просто зрителями-наблюдателями, а активными участниками, они через час нашей сегодняшней встречи уже скелет такого вовлекающего сценария унесут с собой. Давайте начинать. Конечно, часто нас интересует, какое такое вовлекающее задание придумать для моих студентов. И я уверена, что на первых порах, когда мы только начинаем пытаться составлять такие вовлекающие сценарии, иногда достаточно некоторых элементов. То есть мы вносим такие детали в наше занятие, не полностью перестраивая всё, а по чуть-чуть пробуя, да, такие изюминки, как мы их называем. И иногда этого достаточно для того, чтобы вот этот эффект новизны возник. Ваши студенты всё равно будут ждать, а какая изюминка будет сегодня. И на уровне заданий всё хорошо, но если мы чётко продумываем варианты обратной связи. Вот мы сейчас предложили вам стену слов. И я не запускала доску лидеров, но в целом я могу увидеть картину, да, кто перешёл, кто написал в чате, кто ещё где-то написал. Вот чтобы изюминки сработали, изюминки сработали, вам нужно попробовать... Я что-то там вижу про статью о дистанте, сложностях, проблемах. Я понимаю, что статьи были давно, но не было так массово, да, проблемы и сложности с дистантом. Так-то дистант, конечно, больше 20 лет уже существует. Но мы сегодня не совсем об этом. Значит, нам нужно выстроить чётко понимание, где мы получим, да, результаты на ту или иную изюминку. Потому что есть инструменты, в которых обратная связь, она, ну, или не предусмотрена, или платная, например, обратная связь. Поэтому если вот вы запускаете какой-либо инструмент, продумайте, где вы получите результат. Потому что если сбиты вот эти настройки, непонятно, куда что отправлять, если у вас нет системы ЛМС какой-то, или просто выстроено всё по-своему, то вот это может разрушить все ваши пожелания. Конечно, чаще всего сейчас наше занятие выглядит вот так. Независимо от того, какую платформу вы используете, какую виртуальную комнату вы используете, максимум, что мы можем видеть наших учеников, если они включают камеры, и слышать их, если они включают микрофон. Но это такая, я бы сказала, идеальная картина. Часто бывает не совсем так. И потому, когда мы говорим про вовлечение и вовлечённость, мы в том числе и говорим о том, как сделать так, чтобы ученики включали камеру. Да, можно прописать в правилах, что ученики, которые не включили камеру или не включили микрофон, не получат больше трёх баллов, или там ещё что-то не получат. Но все эти инструменты, которые связаны с контролем, они не работают в дистанционном обучении. Чем больше вы будете закручивать гайки, тем больше будет желание у ваших учеников нажать на крестик «Выход», далее на кнопку «Выход» и не видеть всё, что там у вас происходит. Так, у меня шуршит звук? Нет, у меня там, наверное, ещё шуршит. У меня соседи сверху скребут что-то, да? Возможно, вы этот звук слышите. Треск. Вот это сверху от соседей, мне кажется, звук такой не очень приятный. Я его тоже слышу. Извините. Вы что делаете, да? Да. И поэтому, когда мы говорим про вовлечение, мы говорим прежде всего про интерес, про эмоции и про отклик, которые вызывают наши какие-то побуждения, наши какие-то задания. И здесь, наверное, нам важно почувствовать вот эту разницу между вовлечением и мотивацией. Для меня мотивация – это всё равно внутренние некие установки. Да, мы можем говорить про внешнюю мотивацию, внутреннюю мотивацию, но так или иначе мотивация связана с осознанным поведением, да, с пониманием, что мне это нужно, мне это важно. А вовлечение, оно действует больше так спонтанно, стихийно. Поэтому нам… А, могу сделать микрофон просто потише, конечно. Конечно. Вот так. Так, наверное, будет лучше. И в таком случае мы говорим больше про «хочу» и «могу». Спасибо, извините, коллеги. Безусловно, нам важно разобраться не только с самим пониманием вовлечения, да, вовлечение, как вы поняли, это создание условий для возникновения желания учиться, но и с самим состоянием вовлечённости. Наш студент, наш ученик вовлечён тогда, когда он готов уделять время обучению, тогда, когда он с удовольствием, ну, или хотя бы с желанием берётся за выполнение ваших домашних заданий, тогда, когда он готов задавать вопросы, включать микрофон и так далее. И, безусловно, мы думаем и про то, кого мы вовлекаем, про каждого из наших студентов, про каждого из наших учеников. Мы думаем о том, как вовлекать, и это как раз технология вовлечения. Мы думаем, куда вовлекать, в отдельное занятие, в весь курс, во всю систему нашу. И, естественно, отвечаем для себя на вопрос, а зачем вовлекать? Зачем всё это нужно? Да, учителю, у которого нет сил, да, педагогу, который работает на грани выгорания, наверное, не нужно уже ничего. Поэтому технологии вовлечения, они помогают не дойти до такого состояния, да, потому что до такого состояния, прежде всего, доводит неудовлетворённость собственной работы, ну и, безусловно, перегрузка, которая сейчас есть у всех. И резюмира, сказанная, да, по первому нашему разделу, помните, что для вовлечённости начального нулевого уровня нам нужно обеспечить несколько условий. Если нет этих условий, то дальше, возможно, двигаться и не получится совсем. Точка входа, то есть наши студенты, наши ученики должны понимать, где, когда проходит наше занятие, если они онлайн, или куда они должны попасть, если эти занятия асинхронные. Должна быть чёткая инструкция. Он попал в систему, что он там должен делать, да, то есть некое такое предложение выстроенное. Или, как вариант, маршрутный лист. Выполни задание такое-то, затем переходи к заданию такому-то и так далее. Нужна актуальная доска объявлений, на которой появляются какие-то новости, и в случае изменений там можно найти информацию. Помним про объём этой информации. Мы делим всё на небольшие порции. Мы неоднократно говорили, что современный человек за день получает информации столько, сколько средневековый получал за всю свою жизнь. А это значит, что мы научились каким-то образом отказываться от ненужной информации. Такие своего рода спам-фильтры включаем и не смотрим часть информации, не вникаем, у нас не хватает ресурсов. И для того, чтобы не получалось так, что вся ваша информация ушла в спам, делите её на равномерные кусочки. Ну, разные есть рекомендации, там, от 2-3 минут до 5-7 минут, и максимум там 15-20 минут, да, такие кусочки для восприятия информации. Я их привыкла называть витаминками, да, то есть такие витаминки, кусочки с концентрированной полезной информацией. Ну, и помним, что если наш курс не имеет никакой связи с реальной жизнью, с практикой, то нам гораздо сложнее будет прорваться вот в этот мир и вовлечь наших учеников. Точка входа может быть разной. Я не буду в курсе говорить вам, какая система лучше работает, какая система хуже работает, потому что универсальной системы нет, у нас у всех разные задачи. Но во всех современных системах есть определённые функции, которые мы должны будем использовать. И мы будем больше говорить именно об этом. И, конечно, мы будем говорить о том, как выстроить идеальный курс в условиях, когда мы сознательно, например, создаём курс обучения, будь то дистанционный, будь то очный, построенный на технологиях вовлечения. Но мы не можем обойти и тему вынужденного дистанта. Тогда, когда мы должны работать с колёс, у нас нет времени на разработку этих вовлекающих сценариев. Нам нужно выйти и завтра выдать всё, что мы должны выдать нашим ученикам. И тогда три важных аспекта выходят на первый план. Прежде всего, те самые правила игры, понимание где, что, когда, потому что без этого невозможно двигаться. Безусловно, важна обратная связь. Если нет обратной связи, у нас всё это вязнет, как в болоте. Ну и атмосфера, которая позволяет те самые условия вовлечения создавать. Создавать и менять постоянно, потому что однообразие способно убить любые вовлекающие технологии. Если вы на каждом вашем занятии со студентами будете играть в игры, то это тоже станет привычным занятием и надоест им, будет восприниматься не как что-то интересное и новое, а как достаточно скучное и обыденное. Ну, конечно, здесь зависит и от тех игр, которые будут и так далее. Но нельзя одно и то же каждый раз использовать. Механизмы и технологии должны меняться. Конечно, все, кто провёл хотя бы одно занятие в дистанционном формате, столкнулись с тем, что что-то не так с эмоциями у нас. Как бы мы ни старались эмоционально вести занятия, как бы мы ни старались внимательно смотреть в камеру, мы не чувствуем наших учеников, наших студентов. И мы испытываем жуткую усталость после проведения вот таких дистанционных занятий. И как с этим справляться, что делать, тоже об этом будем говорить. Но если коротко, нам важны не только наши эмоции. И мы не стремимся вовлекать только эмоциями. Да, в обычном классе, в обычном зале, на конференциях Самый частый способ вовлечения – это именно вовлечение через эмоции. Но это не единственный способ вовлечения. И если в вашем арсенале ничего другого нету, то это прямой такой путь к выгоранию. Эмоции через веб-камеру, через экран не передаются так, как они передаются, когда мы смотрим глаза в глаза. Поэтому нам надо, чтобы эти эмоции возникали по ту сторону экрана. А заразить эмоциями в таком виде не очень-то просто. Изюминки. Мы добрались до них. И вы видите, они написаны у меня через слово «зум». Потому что действительно самый частый инструмент, с которого начинали, по крайней мере, многие делать первые шаги в этом году – это «зум». И в самом инструменте достаточно много дополнительных таких функций, которые мы можем задействовать для привлечения наших учеников. Ну, самое простое – это знаки эмоций, реакции, всевозможные сердечки, смайлики. Они есть у нас и здесь в чате. И давайте попробуем наше такое настроение измерить, как у вас сегодня настроение. Поставьте смайлик, выберите, который соответствует вашему настроению. Спасибо огромное. И даже вот такой простой инструмент, спасибо тем, кто присоединился, позволяет нам почувствовать наших студентов, наших учеников, узнать, что там по ту сторону экрана. И, по крайней мере, ощутить, что мы здесь не одни. Безусловно, изюминки задания нам интересны. Комиксы, кроссворды, мультфильмы. И часто кажется, что этим исчерпываются все те варианты, которые мы можем предложить нашим студентам. Но, проектируя задание, хотелось бы, чтобы вы учитывали те самые четыре типа удовольствия, которые каждый человек готов получить во время обучения. Их сформулировала Николь Лазаро. И звучат они так. Так, прежде всего, люди готовы преодолевать препятствия и получать удовольствие от преодоления препятствий. Так называемое серьезное развлечение или серьезное задание вы можете перестраивать на себя. Задание олимпиадного уровня, Задание, связанное с соединением нашего преподаваемого предмета с логикой, да, какие-то логические такие вещи. Поиск нового исследования. Кроме того, одно из заданий обязательно должно быть таким легким, связанным с удовольствием, которое мы получаем без усилий. Оно позволяет нам почувствовать уверенность в своих силах. Вспоминайте, в социальных сетях наверняка вы хоть раз участвовали в таком тесте. Ответь на пять вопросов и узнай, хорошо ли ты помнишь, не знаю, там, Пушкина, или хорошо ли ты помнишь школьную программу, там, по физике. Или еще какое-то такое задание, где за пять вопросов, самых простых, вам говорят потом, что ты молодец, ты знаешь лучше, чем 90% остальных людей и прочее, прочее. Да, вот такого рода поглаживания, легкие задания позволяют отращивать крылышки. Наш ученик уверен, я молодец, и дальше мы можем предлагать ему какие-то задания посерьезнее. Поэтому помните, что вот такие легкие задания, викторины, короткие опросы, стена слов, с которыми мы сегодня начали, или какой-то тест короткий, это задания, которые позволяют добавить сил для рывка и для преодоления каких-то препятствий. Острое развлечение. Задание, связанное с получением удовольствия от новых впечатлений, от ярких впечатлений, от необходимости рискнуть и взять ответственность за этот риск на себя. Особенно эти задания актуальны для подростков, но поскольку у нас сейчас подростки часто задерживаются надолго, да, поэтому и школьники, и студенты в таком состоянии пребывают достаточно долго. Этим умело пользуются всевозможные секты, да, может быть, слышали разные там синие киты и прочие, которые в социальных сетях предлагают такие задания в формате вызова. Мы чуть позже про формат вызова поговорим. Но вот они используют именно это, такое слабое место, потому что мы стараемся оберегать и от ошибок, в том числе наших студентов. Ну и социальное, да, социальное развлечение, удовольствие, взаимодействие от работы в команде, от соперничества. И это то, чего многим не хватает именно сейчас, когда мы работаем в дистанционных форматах, и командная работа не часто практикуется. Подумайте об этом тоже. Ну а мы добрались как раз до той самой технологии креативный вызов. Здесь у нас и креативный вызов, и чек-лист. О технологии чек-лист мы будем подробно говорить в самом курсе. А вот с вызовом я вас познакомлю прямо сейчас. Что это за технология и как используем ее мы? Значит, технология родилась во время онлайн-марафона в 2015 году у нас, но потом материализовалась в бумажные такие карточки. В чем суть? Мы предлагали преподавателям, на первом этапе мы работали именно с преподавателями с этой технологией, попробовать на своих занятиях одно из предложенного. То есть вы видите на каждой карточке 4 вопроса вызова, и они сформулированы именно так, а не слабо ли тебе. Можешь ли ты научить складывать оригами по данной теме? Как я могу изменить свой класс, чтобы создать подходящую атмосферу? Могу ли я сделать видеоисторию к уроку? Ну и стоит ли задействовать сервис Кахут? На каждой карточке есть один интернет-сервис, интернет-инструмент какой-то, да, или онлайн-сервис. И вот такие три вопроса вызова. Первая реакция, если у вас это какая-то ерунда, мне это не подходит, это самая такая правильная, естественная реакция на такой вызов. Да, мы от него отказываемся. Но если мы прочитали все эти вызовы, где-то в подсознании оно остается, и дальше начинается, да, начинаются размышления. А может быть мне правильно попробовать оригами? И оказывается, что, например, оригами можно практически по любой теме придумать, как включить в урок, включить в свое занятие. Или может быть мне добавить что-то атмосферное, да, например, вчера мы проектировали с коллегами урок как паутина, да, и у нас там появлялись веревки такие через класс протянутые, или как минимум слайд с пауком, и все задания они прятали в узелках, в пересечениях паутинки. Да, вот такие варианты были. То есть, если мы включаем возможность креативить и творить, то, оказывается, много интересного можно придумать. Технология полюбилась преподавателям как вызов лично для себя, так и формат таких вызовов для своих учеников. Я следующую карточку покажу. И вот смотрите, мы можем с легкостью переделать эти задания в задания для учеников. Сможете ли вы, да, создать изображение из слов, ну, по какой-то теме, чтобы способ написания слов раскрывал его значение? Сможете ли вы подобрать, соответственно, музыку к материалу такой-то темы, да, то есть к параграфу, там, к теме, к лекции, к чему угодно? Сможете ли вы преподнести информацию как случайно подслушанную, как письмо, которое вы получили, и собрать в это письмо все самое ценное из параграфа или сделать конспект в виде такого случайно подслушанного письма? Вот такие форматы, да, мы можем запускать. Ну, и стоит ли задействовать сервис WordArt, соответственно, это сервис, позволяющий создавать облака слов, которые вы здесь видите, тоже можно делать. Ну, вижу там мнение про неэффективность облака слов, значит, просто не нашли свой вариант. Облако слов эффективно, когда в него прячутся, например, словарные слова, которые надо выучить. Облако слов эффективно, когда в нем иностранные слова, да, мы таким образом учим лексику. Если в облако слов мы добавляем термины, которые должны выучить, например, к зачету или к какому-то подведению итогов, тогда оно эффективно. Нужно просто очень четко понять, а что, зачем вам это облако слов нужно. Есть облака слов, которые на основе ассоциации создаются, и тогда это формат для креатива, для сочинения историй, для того, как есть. Плюс есть варианты, вот, например, сервис Мэнти позволяет создавать облако слов здесь и сейчас. Можно каждому написать, да, ответ на какой-то вопрос, и мы видим общую картину, что нас объединяет или разъединяет. Сама формулировка задания к облаку слов, она важнее, чем само облако. Но отключаться не буду, да, отзывы, реакции, эмоции, все что угодно можно включать. Сервисов по созданию облаков слов много, WordArt один из первых. Мне, например, нравится сервис, который создает облака ассоциации в генераторе ассоциации. Да, я его очень люблю. Но мы двигаемся дальше. И еще формат, связанный с креативным вызовом, когда мы можем с помощью вот этой технологии составить некую такую карту своих дефицитов. То есть смотрим, как я могу использовать хобби учеников. Я могу, например, да, поручить ребятам, которые рисуют, создать рекламу к уроку, а ребятам, которые там делают то-то, 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 то-то. Да, и, соответственно, здесь мы можем такую самодиагностику, что умею, что не умею. Какой реквизит я могу использовать? Какой-то могу, да, какой-то не могу или вообще не понимаю, зачем реквизит нужен на уроке. То есть переворачивая карточки и быстро-быстро отвечая на вопрос, можно увидеть, что я умею, чему мне надо учиться. Или, если использовать при этом еще фрирайтинг, быстро-быстро записывать все эти идеи, то можно таким образом достаточно быстро написать статью или придумать выступление для конференции. Часто нам кажется, не знаю, чем поделиться. Вот это как вариант понять, чем же я готов и могу поделиться. Сервисов, которые создают облака слов, много. Вот здесь на карточке про облака слов указан один из них, WordArt. И любой MindMap тоже позволяет создавать облака. Что дальше? Безусловно, задания, которые сейчас все стали по умолчанию практически домашними. Все, что мы не делаем здесь и сейчас, все делают наши ученики и студенты дома. И как придумать такие формулировки, которые захочется выполнять ученикам? Здесь есть, конечно, свои секреты, чтобы миссия была выполнима. Но наш любимый принцип, и по этому принципу в курсе будут выстроены ваши домашние задания, это принцип шведского стола. Нина Джексон сформулировала его в книге «Классный учитель». Если вы знакомы с этим принципом, поставьте плюсик. Если не знакомы, поставьте минусы, чтобы я понимала ситуацию, насколько глубоко углубляться. Вижу и плюсы, и минусы. Ну, тогда немножечко поясню. Итак, наверняка хотя бы один раз вы были там, где шведский стол. Где вы берете пустую тарелку и выбираете блюда, предложенные вам. И принцип обучающего школьного, такого шведского стола заключается в том, что мы тоже предлагаем много заданий на выбор. Задание, принцип главный в том, что попробовать надо хотя бы одно блюдо. Хотя бы одно блюдо. Ну, если у вас задания совсем маленькие, можете оговорить, что хотя бы два блюда ваши ученики должны попробовать. И в таком случае ученики получают разные задания. Традиционное задание у меня, но здесь беленьким, да. Задание из учебника условно. Задание, которое вы давали всегда. И задания другие. Ну, например, создай рекламу, подбери музыку, создай видео, предложи игру или что-то еще. Видов заданий может быть очень и очень много. Важно понимать, что здесь важно не объем задания. Может быть, нам кажется иногда, что подобрать музыку или создать рекламу – это очень быстро, да. Но на самом деле для того, чтобы подобрать музыку или создать рекламу, ученику придется изучить тот же параграф или тот материал, который вы предлагаете, потому что это не просто взял и любую музыку свою любимую включил. Нужно каким-то образом аргументировать, объяснить, почему именно эта музыка подходит. И для этого материал приходится изучать иногда еще и глубже, чем при обычном выполнении заданий. Вообще формат этот стоит попробовать, и как только вы попробуете, вы поймете, какие в нем плюсы, какие минусы. Плюс в том, что задание лучше давать на большой промежуток времени, то есть, например, на неделю, то есть со дня на день не стоит. Можно давать на неделю и каждый день добавлять туда что-то еще. И тогда у вас через какое-то время будет получаться так, что ученики пробуют не одно блюдо, а гораздо больше с этого шведского стола. И в этом, наверное, секрет этого формата. Ну вот, например, одно из заданий, которое может появиться на шведском столе, задание «Доска детектива». Оно может быть как в обычном классе, когда вы даете ученикам некие фрагменты, некие там карточки, на которых могут быть портреты, даты, факты, важные качества. Ну, все зависит от преподаваемого предмета. Все, что вы привыкли сравнивать, сопоставлять, изучать вместе с учениками. И в этом случае вы выдаёте им конверты, и они должны каким-то образом это разложить, разделить. Если вы работаете в дистанционном формате, то здесь возможны варианты. Один вариант, когда такую доску составляют сами ребята. То есть вы даёте им параграф и предлагаете, например, создать доску детектива. То есть это, по сути, конспект всего самого важного, что нужно выписать из данного параграфа. Или вот здесь, если вы перейдёте по QR-коду, и я прошу Александра Сергеевича ссылку на доску детектива дать в чат, мы можем создать в том же сервисе WorldWall, в котором мы делали доску слов, мы можем создать такую таблицу, позволяющую сортировать и делить на группы. Да, вижу, кто-то уже открыл Гоголя и Булгакова, увидели, как это сделано. То есть сервис позволяет ученикам распределить на две группы какие-то факты, и дальше автоматически проверяет, правильно ли сделано, и опять есть доска лидеров, где по времени и по правильности выстраиваются наши ребята. Поэтому, да, вижу, что кое-кто попробовал. Мы сейчас, да, так вот прям останавливаться не будем, у нас не так много времени, но ссылка у вас есть в чате, и по QR-коду из презентации вы тоже можете найти этот инструмент, посмотреть и сделать подобное для себя, для своих студентов. А количество лидеров спросили? Только 10 лидеров. Мы на доске публично, да, для демонстрации мы видим 10 лидеров, а внутри в системе, ну, не так красиво, видны результаты абсолютно всех. Да, то есть мы можем результаты всех участников увидеть, просто, ну, я бы так сказала, из этических соображений, да, первых 10 показывают публично, а остальных результаты немножечко прячут. Ну что, мы двигаемся дальше. Угадайте литературные произведения по смайликам. Еще один из форматов таких легких изюминок, которые можно использовать как разминки, да, то есть просто вставляя в наши лекции, в наши занятия, для того, чтобы проверить вообще, все ли со мной, все ли ребята здесь, удалось ли им включиться, вот такие легкие какие-то разминки. Ну, я надеюсь, в чате сейчас кто-нибудь угадает хотя бы одно из этих произведений. Отцы, дети, отлично, одно угадано, повторяться не нужно. Ну и дамы с собачкой, отлично. Да, если вы захотите, да, подобное делать, можно придумывать самим, а можно найти в интернете фильмы и книги, в очень большом количестве зашифрованы с помощью смайликов, можно такие использовать для разминок, а можно предлагать ученикам придумывать такие друг для друга. И это тоже работает. Ну, смайлики, как пословица поговорки, смайлики, как какие-то термины, да, то есть все, возможно, здесь останавливаться не буду, захотите потом разгадаете загадки. Еще один принцип, как делать домашние задания, которые захочется выполнять, запускать такой генератор домашних заданий, когда задания придумывают сами ребят. И часто бывают такие, да, студенты или школьники, которые говорят, а мне ни одно из ваших заданий на шведском столе не нравится. Вот тогда предлагаем придумать домашнее задание. Но может ученик придумать совсем простое задание, да, там у меня будет задание, домашнее задание принести с собой тетрадь. Да, ну, бывают такие юмористы. Вот чтобы не сработало это, запускаем аукцион. То есть ты придумываешь домашнее задание, а я определяю, какие максимальные баллы за это задание ты можешь получить. Да, если ты принесешь тетрадку, ну, да, там, два с плюсом ты получил за это задание. Да, то есть вот так, чтобы вы справились с любыми трудностями. Вижу вопрос про готовые задания со смайликами, но берите кино или там мультфильмы в смайликах, или фильмы в смайликах, да, или загадки из смайликов. Вот любое в поисковике, их очень много готовых, да, со смайликами. Они лет 20, наверное, раньше были в разных форумах, да, такие загадки. И сейчас есть уже подборки, где их собрали. Так же, как вот перевертыши я очень люблю, тоже есть прям готовые подборки. Ну что, виртуальные приправы. Безусловно, современный преподаватель, независимо от того, работает он дистанционно или очно, все равно используют виртуальные приправы. Я уверена, что некоторые из сервисов, которые здесь есть, вам знакомы. Сервис «Канва» в последнее время один из самых популярных. Его можно использовать и для оформления презентаций, и для создания простых гиф-игр, и для совместной работы. Там есть сейчас шаблоны и для проведения мозговых штурмов. Что-то подобное, что на доске мира, теперь есть и в «Канве». «Канва» бесплатна для образовательных учреждений. И столько возможностей, сколько есть для графического оформления в «Канве», ну, наверное, больше нет ни в одном из таких простых сервисов, где не надо быть дизайнером, где не надо обладать какими-то специальными знаниями, а можно просто с легкостью скомпоновать материал, сделать рабочий лист, сделать задание креативное и так далее. Сервис «Кахуд» мы сегодня с вами вспоминали, но таких сервисов много, которые позволяют проводить опрос, викторину в режиме реального времени в классе или в дистанционном формате и получать удовольствие как раз тоже именно от соревнований. И здесь еще формат «Байтейбл». Это формат, который позволяет нам любую историю, любую информацию упаковать в цифровой формат. Буквально за 10-15 минут можно получить мультфильм. Все, что требуется от нас, это текст. А внутри у нас готовые анимированные кусочки, мы их подбираем по принципу такого конструктора и достаточно быстро видим результат. Это не только инструмент для преподавателей, это инструмент, который может появиться у вас на шведском столе. Вы можете написать ученикам. А попробуйте создать историю по данному там параграфу, по данной теме в сервисе «Байтейбл». Вы можете вообще не знать, что это такое. И кто-то из ваших учеников попробует, принесет вам готовую историю. И уверенно дальше срабатывает такой эффект церафанного радио. А он сделал, а я тоже могу. И даже маленькие дети, даже дети начальной школы начинают создавать такой свой контент. А любой свой контент ценен не только тем, что мы его дальше можем использовать, а прежде всего переработка информации. Для того, чтобы создать цифровой, да, вот этот старителлинг, цифровой мультфильм, нужно прочитать, выбрать самое важное и это, да, каким-то образом визуализировать. Эта работа позволяет запомнить всю ту информацию, с которой мы работаем. По цифровому старителлингу и по цифровым инструментам мы тоже подготовили определенные задачи в модуле. Ну и слайд, с которого мы начинали, вортвол, да, когда мы ищем слова на доске и дальше вот те слова, с которых мы начали, помните здесь и елка, и белка. Дальше это тоже возможность создать историю, используя такие ключевые слова. Спасибо, вижу, там коллеги тоже делятся инструментами. Да, инструментов достаточно много. Сегодня больше не про инструменты говорим, а про подходы. Сейчас практически для каждой идеи есть несколько вариантов цифровых инструментов, из которых вы можете выбирать тот, который симпатичнее вам, удобнее вам, доступнее вам и так далее. Есть и бесплатные, и платные, и так далее. Аня будет учить вас использовать виртуальные приправы. Прям пошагово, да, доступно. Если у вас нет опыта никакого в работе с онлайн и интернет-сервисами, вы после курса сможете, как следует, все изучить. Добавляем красок. Безусловно, прошу прощения, безусловно, для того, чтобы сейчас отвечу на вопрос, для того, чтобы вовлечение заработало, нам нужны эмоции, и поэтому мы будем добавлять краски всеми возможными способами. Я вижу вопрос про готовые тесты и программы. На самом деле, готовые тесты и программы, они обычно упакованы уже сейчас в цифровой формат, поэтому вы можете их брать для использования, для применения. Если вы берете тесты из книги, упаковываете их, то вы должны, безусловно, указывать автора и источник информации, как и всегда было. Итак, вордвол можно создавать слова и на английском, и на русском, на каком угодно можно использовать. Просто там удобный интерфейс на русском, при работе с сервисами немаловажно, когда все подсказки на русском языке. Вордвол вот из тех сервисов, где внутри все на русском языке. Ну, а мы добавляем эмоции. Вы уже заметили, что мы очень часто на слайдах используем персонажей. И это тоже такой сознательный ход, потому что персонажи позволяют как раз передавать эмоции на расстоянии, которые не передаются через камеру. Через персонажей это работает. А еще мы можем с вами добавлять то, что вызовет эмоции по ту сторону экрана. Ну, например, мы придумываем яркие эмоциональные названия, используя прием Афиша. И чтобы этот прием стал для вас любимым, предлагаю прямо сейчас провести такой формат, который называется «Фильмы нашего вебинара». Итак, готовы? У всех мышка в руках, клавиатура рядом. Давайте попробуем. Итак, в чем суть? Пусть каждый напишет пять фильмов или пять фильмов с необычным названием. Это если мы работаем с вами, с ребятами. В рамках вебинара достаточно будет написать в чат название одного фильма. Лучше, если в этом названии чуть больше, чем три слова. Ну, или хотя бы три слова. То есть не из одного слова. Итак, пожалуйста, коллеги, название фильма. Любые. Кинзадзар. Псих. Да, лучше. Лучше больше трех слов. Отлично. 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 Как много интересных названий и любимых фильмов я вижу. Чудесно. А некоторые такие прям морочноваты. Ну что, как минимум один фильм точно вспомнили. И многие даже написали. И это замечательно. С ребятами можно позволить, да, когда у вас есть больше времени и меньше участников, позволить пять любимых фильмов записать. Что происходит дальше? Вот написаны фильмы. У нас они в чате написаны разные. И дальше мы переделываем названия фильмов, которые видим в чате, заменив одно слово на то слово, которое связано с темой нашего занятия или с темой нашего домашнего задания или еще с чем-то. Ну вот так родилось название нашей игры, о которой чуть позже расскажу. Мы взяли название «Иван Васильевич меняет профессия», заменили на «Мария Ивановна меняет профессию», ну а потом весной, когда все попали в дистанк, мы поняли, что Мария Ивановна не меняет профессию, а буквально теряет профессию. И поэтому добавили так. Так что у меня тут слайд как-то кусочек странно отображается, но думаю, что не критично. Итак, попробуйте заменить одно слово в любом фильме, который вы видите в чате и превратить в свой формат, в название для себя. «Невероятные приключения россиян в Италии» вижу. «Операция вовлечения» – это про наше сегодняшнее. «Унесенные вебинаром» – чудесно. «Добро пожаловаться». «Принесенные легким паром». «Старушки в бегах» – отлично. «Микробы и голуби». «Шла собака на учебу». «Унесенные пандемии». Ну вот у ребят тоже, да, получается, там, Алиса в библиотеке, спрячь бабушку в холодильнике, да, первому химику приготовиться, первому игроку, пролет над гнездом педагога. Ну что, вы видите, креатив пошел, и мы с вами только-только его запустили. Прием, да, Марья Ивановна проводит вебинар в Императорском дворце. Чудесно, вирус уходит в небо. Ну, в общем, процесс пошел, его можно не останавливать. Я понимаю, что я могу уйти, а вы еще в течение часа будете здесь в чате писать много-много креативных названий. Главное, сохраните сам прием для себя и используйте его в своей работе. Такое яркое эмоциональное название – это уже почти 50% вовлечения. На урок с необычным названием, на лекцию с необычным названием, на вебинар с необычным названием, скорее всего, ваши ребята придут. Да, трое на онлайн уроки, не считая педагога. Да, как это все жизненно. Поэтому пробуйте. Иногда из такого формата рождаются и вот такие целые истории, целые комиксы. Или нам понравилось, как ребята на конкурсе проектов превратили прием афиши в буквальном смысле в афиши. То есть они взяли настоящие афиши от фильмов и добавили в них то самое слово. Вот для меня это был шедевр «Обитель пакетов-2». Это проект про мусор, про экологию, про раздельный сбор мусора. И вот эти летающие пакеты, они прям вот создали мне настроение на конкурсе. И уверена, что если позволить ребятам не только придумать название, но и сделать рекламные такие афиши для этих уроков, для этих, для уроков, для заданий, да, здесь, ну, возможны варианты, как это использовать, для своих там курсовых работ, для своих рефератов, для докладов, для чего угодно можно использовать этот прием. И уверена, что получите удовольствие и вы, и ваши ребята. Те, кто сейчас включились в чате в эту игру, особая вам благодарность, потому что накреативили название, наверное, для всех. И, по крайней мере, по списку фильмов со своим волшебным словом из урока точно можно пройтись несколько раз. Ну, а мы двигаемся дальше. Занятие как или зум-игры. Действительно, в курсе будут еще две зум-игры, две наши любимые зум-игры, которые на самом деле не игры по своей сути, а формат проектирования вовлекающего сценария, но через игру. И кусочек одной игры мы сейчас посмотрим, может быть, даже что-то успеем. Те, кто были на нашем предыдущем вебинаре, когда мы проектировали занятие как лабиринт, уже помнят, да, такой формат. Когда мы запускаем из волшебного мешочка силу ассоциаций, а именно так мы делаем в игре, которая называется Мария Ивановна «Терять профессию», мы проектируем необычные форматы занятий через ассоциации. И это может быть занятие как... почему-то у меня часть фона съедается, не пойму, что-то так, что-то отконвертировалось, видимо, в такой геометрическая интересная конструкция вместо сплошного фона, но думаю, что не портит впечатление. Это может быть урок, как, это может быть занятие, как, это может быть курс, как, то есть здесь все зависит от того формата, с которым работаете вы. И мы брали занятие как лабиринт. Если не видели, Александр Сергеевич, если можно, да, ссылку на видео на канале как раз Директ Академии или по QR-коду можно будет перейти, посмотреть, как это было и какие идеи мы придумали. Нет, на YouTube там. Как лабиринт. А мы сегодня попробуем, ну, начнем, так скажем, фантазировать на тему занятия как качели. И я прошу в чате ваши ассоциации к слову качели. Полет, вижу. Полет, легкость, маятник, ветер. Обзор неба, детство, дискуссия, радость. Возврат к старому. Вижу, вижу. Ну что, через ассоциации мы запускаем, да, процесс творчества. То есть мы начинаем с ассоциаций. А дальше, во время игры, мы придумываем, а как можно занятие как качели обыграть. Что такое может появиться в нашем реальном кабинете, в виртуальном кабинете, чтобы ученики прочувствовали, что они оказались на каких-то качелях. И вот здесь уже была дискуссия, да, захватывающий процесс, качели, вижу, повторяющиеся движения, невесомость и так далее. Да, то есть мы придумываем, как создать атмосферу такого необычного урока. Ну а дальше думаем о том, как упаковать эти задания в формат, который будет напоминать ребятам о качелях. И как вы правильно замечаете в чате, это может быть как на эмоциональном уровне, так и на уровне формата подачи, да, информации как качели. Ну, это более подробно и детально. Мы, конечно, прорабатываем во время почти трехчасовой игры, да, где-то 2 часа, 2 часа 30 минут обычно длится игра. Но немножко вы с ней познакомились. Кроме этого, в игре мы не только через ассоциации проектируем, мы используем еще и Octalis, инструмент, который создал Юкачу для проектировщиков игр. Мы запускаем драйверы в увлечение, и каждый из этих драйверов погружаемся и придумываем задания, которые позволяют этот драйвер задействовать во время нашего занятия, того или иного занятия. И, конечно, все 8 драйверов сразу задействовать сложно, поэтому чаще всего на занятиях используем принцип шахматной доски. На одном занятии 4 драйвера, на другом другие 4 драйвера. И таким образом мы чередуем, да, на одних занятиях часть, ребят, у нас вовлечена на все 99%, часть может быть там процентов на 50, зато на других эти на 99, а другие может быть на 50. А может быть и все сразу на все 90, это уж как получится. Но мы точно знаем, что 4 драйвера у нас точно заложены в наш сценарий. Что еще? Мы используем принцип выбора. Вы уже помните про шведский стол. И во время игры мы тоже выбираем на таких вот карточках выбора, что предложить нашему конкретному ученику. То ли мы предложим ему составить чек-лист, а то ли написать конспект сумасшедшего. То ли мы позволим ему расставить некие реплики по порядку, то ли он самостоятельно придумает эти реплики и дополнит диалог и так далее. Да, разные виды заданий в игре мы с ними проработаем конкретно и важно аргументировать, почему этому ученику мы предлагаем именно такое задание. Конечно, вот наш Борис, да, любитель Майнкрафта, и проектируя задание для него, мы учитываем некие его особенности, его хобби, его пожелания. Или вот, например, наша Юля, любитель вечеринок. И, конечно, она с удовольствием проведет вечеринку в Zoom или в каком-то другом формате. Для всех остальных студентов важно, чтобы это была не вечеринка ради вечеринки, а все-таки тематическая вечеринка. Ну, из нашего опыта недавнего с Татьяной Шилиной мы проводили такую кулинарное шоу, кулинарную вечеринку на тему подготовка к ЕГЭ по истории и по обществу знанию, подготовка к ЕГЭ со вкусом это называлось. И действительно, как в кулинарном шоу у нас было ассорти аргументов, тарелочка с терминами, были всевозможные авторские рецепты по написанию эссе и так далее. То есть, когда мы привычное содержание упаковываем в необычный формат подачи, и это всегда выигрышно. Что еще? Ну, вот летом мы проводили формат, который называется онлайн-регата, когда вынуждены были вместо традиционного лагеря, отправиться с ребятами в онлайн-путешествие, и две недели нужно было удерживать внимание и выполнять достаточно серьезные задания. У нас лагерь был связан с социальным проектированием, с изучением проектных подходов, и на выходе ребята должны были выйти со своими проектами. И вот формат онлайн-регата, когда мы чередовали день берег, день гонка, да, такой выигрышный вариант получился что ребята работали практически 24 часа, да, настолько вовлеченно, соревновались, двигались своими яхтами к финишу. Ну, об этом поподробнее расскажем, конечно, в курсе, но как такой необычный формат тоже поделимся опытом. Конечно, соревновательный элемент, куда же без него. И вот наша Юля и Роман, да, здесь определенные этапы преодолели. Ну и видите, здесь еще такой загадочный квадратик. Мы часто встраиваем в наши материалы, в слайдовые курсы, в презентации кусочки головоломок. Это могут быть буквы, это могут быть QR-коды, да, по которым надо перейти, и там какой-то сюрприз ждет. Это могут быть вот такие кусочки. Собрав все кусочки, получается некая единая картина, да, и она дает подсказки или дополнительные бонусы для наших учеников, для наших студентов. Такие вот маленькие, но вовлекающие элементы, они тоже важны в каждом нашем курсе. Ну и в анонсе у нас было еще про кубики историй. Немножко про сторителлинг мы с вами поговорили, а это такое задание для вас или для ваших студентов. Вы можете собрать по этим кубикам свою историю. В одном доме однажды начали играть в игру. Ну вы поняли, что идем по ниточкам, соединяем кубики и сочиняем историю на основе этих изображений кубиков. Такие кубики существуют в реальном виде, да, как кубики. И есть генераторы кубиков, которые позволяют вам самостоятельно создавать такие кубики. Ну если это малыши, то можно их склеивать из бумаги. Если это ребята постарше, то можно использовать просто идею кубиков, да, когда мы подбираем для того или иного материала, там, отрази все в девяти символах, там, в девяти кубиках. И подобные варианты, но об этом поподробнее будем уже в курсе говорить. Смотрю время нас. Неумолимо. Книга, которую мы всегда рекомендуем, если вам нужны изюминки, нужны какие-то фишечки и крючки для ваших занятий. Книга называется «Обучение как приключение». Дэйв Бёрджес работает под девизом «Учи как пират». И как раз вот если нужны эмоциональные, производящие впечатления, моменты, то это сюда. Или смотрите сериал, который называется «Классная школа». Там тоже преподаватели отличаются оригинальным подходом и какие-то изюминки вовлечения у них можно брать. Мы в курсе делаем такой видеопрактикум, да, когда вырезаем кусочки из фильмов и разбираем, какие именно приемы вовлечения, какие именно технологии вовлечения использует тот или иной педагог. Ну и вторая зум-игра «Занятие как чашка кофе». Она создана по игре Оксаны Силантьевой, это компания «Сила медиа», игра мультимедийной бариста для журналистов существует. Мы на основе этой игры сделали вариант зум-игры, который позволяет подобрать форматы подачи информации. То есть когда мы работаем очно, когда мы работаем дистанционно, что еще можно. Вы сегодня уже упоминали и ментмэпы, и облака слов, да, вот все эти и другие форматы, они есть в игре, и мы учимся их комбинировать и как бариста подавать все самое лучшее для наших учеников. Что в вашей чашке, да, узнаем во время нашей игры. Ну и завершая сегодняшнюю нашу встречу, и все это реально освоить за шесть вебинаров, конечно, но если не быть просто наблюдателем и гостем, а если активно включаться. Я благодарю всех, кто включился сегодня в чате в наши игры. Уверена, что кто будет смотреть в записи, им немножечко будет этого не хватать. Ну, у нас шесть вебинаров и две зум-игры. Игра про Марию Ивановну, которая теряет профессию, именно про проектирование вовлекающих сценариев. И игра про чашку кофе, про мультимедийного бариста, про подбор форматов подачи информации. Вот это то, что ждет нас в январе. И мы сегодня за час такую экскурсию провели. Несколько приемов, несколько изюминок взяли себе на вооружение. И если все это будем включать в свою работу, то ученики с удовольствием будут приходить к нам на вовлекающие занятия и говорить, что это незабываемо. Мы будем получать удовольствие сами и помнить о том, что педагоги играют и всегда выигрывают. Спасибо огромное. Здесь в презентации для вас есть еще некоторые ссылки на инструменты, о которых я говорила, но я их комментировать не буду. И мои контактные данные, если вам нужно будет что-то такое узнать, пишите. Если хотите включаться в такие игры, как были в нашем чате, заходите в наш инстаграм педагогического конструкторского бюро. Мы там раз в неделю или раз в две недели точно запускаем либо проектирование через ассоциации, либо карточку креативный вызов, либо еще какой-то прием. Вебинары в рамках нашего курса будут проходить по вторникам и четвергам, по-моему, в час дня, да? Сейчас Александр Сергеевич уточнит, но точно Татьяна Викторовна вам расскажет. Да, с часу дня. Ну и я тогда эфир покидаю, готова отвечать на ваши вопросы, если они есть. Вижу. На курсе будет адаптация на высшую школу или это только для школьников? Значит, на самом деле он во многом универсальный. Мы говорим о технологиях вовлечения. Я часто сбиваюсь на школьников, потому что я чаще сейчас работаю со школьниками и с педагогами. Да, с высшей школой сейчас не работаю в этом году. Но приемы и технологии, которые мы предлагаем, их можно использовать и там, и там, с поправкой на некие там психологические особенности. Вот. Там, кстати, она все было. Для дошкольников не очень поняла. Для технических дисциплин отлично применяется. В курсе будут конкретные приемы, как, например, из моего любимого старителлинга, как сочинять историю химической реакции, например, глазами пробирки. Очень такой эффективный прием. Попробуйте сами сочинить историю глазами пробирки о том, что происходит в ней, и вы поймете, насколько этот прием можно использовать на ваших занятиях. Иногда кажется, что вот там оригами – это только для детей или для младших школьников. Вы просто поэкспериментируйте, попробуйте со взрослыми. Вот мы сейчас с вами афишу запустили, и включился практически каждый, да, здесь. Ну, я не посчитала, сколько, но очень много было сообщений. Поэтому главное – просто пробуйте экспериментировать, не бойтесь. Спасибо, коллеги. На вопросы, которые были, я ответила, на некоторые по ходу, на некоторые чуть-чуть попозже. Буду рада видеть вас на курсе в январе. Первое занятие 19 января у нас будет. Вот Татьяна написала уже, сухлала. Да, Татьяна Викторовна дала ссылку. Спасибо огромное. Я тогда выхожу из эфира, и Татьяна Викторовна вам наступающим праздником. Всех поздравляю, да, с наступающим праздником. Берегите себя. Всех, да, ну, берегите здоровье, да, это сейчас актуально для всех. Спасибо.